Приветствую всех, с вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим лазерный дальномер FNIRSI AR-40. Это фактически лазерная рулетка, которая может быстро замерить расстояние до 40 метров и рассчитать площадь или объем по результатам измерений. Есть также функция пифагоровых измерений, с помощью которого можно замерить длину объекта, не приближаясь к нему. Достоинством этого прибора, по сравнению с другими дальномерами, являются его небольшие размеры и возможность связываться с приложением на смартфоне через Bluetooth. В приложении можно запомнить все размеры, подписать их, набросать план объекта с этими размерами. Еще можно сделать фото объекта, и уже на него нанести размеры. Об всем этом я буду говорить в этом видео. Ссылка на производителя данного прибора есть в описании под видео. Если вам интересны обзоры измерительных приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Также на канале найдете интересные ролики по электрике, сантехнике и ремонту. Поддержите это видео лайком и репостом. Вот привычная нам строительная рулетка. Но давайте рассмотрим ее недостатки, из-за которых я заказал лазерный дальномер, несмотря на то, что он стоит на порядок дороже рулетки. Наиболее употребляемая рулетка 5 метров. Я ее держу в руках. Самая большая рулетка с металлической лентой, которую я встречал, 10 метров. Большие расстояния измеряются или многократным замером такой рулеткой. Или применяется тряпичная рулетка, у которой есть свойство со временем растягиваться, после чего ей нельзя верить. Дальномер замеряет расстояние до 40 метров за пару секунд. Плюс, при замере больших расстояний обычно требуется два человека. И это не всегда удобно. Еще сложно использовать рулетку на высоте. Например, замерить расстояние от люстры до стенки, чтоб люстру отцентрировать. Для этого нужен еще один человек с дополнительной стремянкой. С дальномером может работать один человек. Еще недостаток это механический износ рулетки. Отребается вот этот зацеп. Ломается фиксатор. Стираются цифры на ленте. Застревает устройство возврата ленты в рулетку. Еще одна проблема. Сложно замерять внутренние поверхности. При этом приходится перегибать ленту и увидеть точное значение расстояния проблематично. Этих проблем лишена лазерная рулетка. Чаще всего подобные дальномеры я встречал у дизайнеров помещений, замерщиков окон и мебели, у бригадиров и контроллеров строительных работ. Буквально за несколько минут дизайнеры делали замеры целой квартиры, что невозможно при замерах обычной рулеткой. Я думаю, что прибор будет полезен любому строителю или домашнему мастеру, так как он упрощает процесс измерения расстояния. Дальномер более удобен в подавляющем количестве случаев, чем обычная рулетка. Дальномер поставляется в такой красивой упаковке. Так сказать, подарочный вариант. Впрочем, у компании Фнирсе все приборы имеют красивые упаковки. Снизу находятся характеристики прибора. Вы можете остановить видео и почитать их. Внутри есть инструкция на английском и китайском языке. Прибор достаточно простой в использовании. Я доступным языком расскажу, как им пользоваться. Вот и сам прибор. Передняя панель закрыта защитной наклейкой. Ее снимаем. Внутри упаковки находится шнур для зарядки. С одной стороны он имеет разъем USB и может подключаться к любому порту или источнику питания на 5 вольт. С другой стороны разъем Type-C. который подключается к дальномеру. Сюда подключается шнур. При зарядке горит красный индикатор. И тут напоминалка, что при работе с прибором нужно избегать попадания лазерного луча в глаза. Удерживаем длительно круглую кнопку и включаем прибор. Этой же кнопкой можно переключать режимы работы прибора. Длительным удержанием прямоугольной кнопки можно выключить прибор. Кратковременным нажатием отменить последний замер. Спереди находится сам лазер и фотоэлемент для замера расстояния до объекта. С другой стороны находятся отверстия. В случае зависания прибора с помощью зубочистки, можно прибор перезапустить. Снизу находится рифленая нескользящая поверхность, что позволяет более удобно держать прибор в руках. Сверху находится дисплей. Причем в зависимости от положения прибора, показания на дисплее будут разворачиваться. Сверху справа находится значок, который показывает, что замер производится от задней кромки, то есть отсюда. При двойном кратковременном нажатии квадратной кнопки переключаемся в режим замера от передней кромки, то есть отсюда. Мне удобнее замерять от задней кромки. Возвращаю прибор в прежний режим двойным нажатием. Кратким двойным нажатием на круглую кнопку мы можем включить режим измерения в футах и дюймах. Возвращаю мне привычные метры. Смотрим на дисплей. Вот позиция, на которой непосредственно происходит измерение. Есть еще три позиции, это стековая память для хранения последних трех измерений. Если хотите больше сохраненных измерений, то вам необходимо дальномер подключить к приложению, но об этом позже. Измерение происходит два этапа. Кратковременно нажимаем круглую кнопку и включается лазер. Его мы направляем на тот предмет, до которого хотим замерить расстояние. При втором нажатии расстояние фиксируется на экране. У нас дальномер показал 152 миллиметра. Это расстояние от задней кромки дальномера до поверхности. Вот я зафиксировал 20 сантиметров. Проверяем дальномером. Вот у нас получилось ровно 20 сантиметров. Давайте посмотрим разброс. Как видите разброс в районе двух миллиметров, а допустимое отклонение этого дальномера 2 миллиметра. То есть мы входим в погрешность. И вполне возможно эта погрешность могла быть из-за того, что я мог пошевелить сам дальномер. Вот я нажимаю прямоугольную кнопку и видим, что отменилось последнее значение. После отмены мы можем замерить заново. Если я длительно буду удерживать круглую кнопку, то мы переходим в режим замера площадь в квадратных метрах. Вначале замеряем длину, потом ширину и нам прибор показывает площадь в квадратных метрах. Опять длительно удерживаем круглую кнопку и переходим в режим замера объема. Замеряем длину, замеряем ширину, замеряем высоту и нам прибор показывает объем в кубических метрах. Опять удерживаем длительно кнопку и попадаем в режим пифагоровых измерений. Основан метод на знании теоремы пифагора. Позволяет замерить длину объекта, не подходя к нему. Но я не рекомендую этим режимом пользоваться, так как, как правило, он дает приблизительные показания. Причина в том, что эти измерения основаны на расчете прямоугольного трехугольника. А вот именно с этим прямым углом проблемы, на глаз сложно проверить, что угол равен 90 градусов. В реальности, даже в новостройках, далеко не всегда соблюдается угол 90 градусов между стенами. Мне не дадут соврать штукатуры, которые готовят стены к установке угловых кухонь. Так что, если вы хотите точных измерений, то лучше измерять расстояние не дистанционно, а непосредственно измеряя объект. То есть, как работает этот режим. Сначала замеряем один катет трехугольника, потом замеряем гипотенузу и в результате получаем размер второго катета. Но напоминаю, чтобы был точный размер, надо строгое соблюдение угла 90 градусов. В этом приборе есть еще два режима пифагоровых измерений. Замеряем одну сторону трехугольника, замеряем высоту трехугольника, замеряем вторую сторону трехугольника и в результате получаем третью сторону трехугольника. Есть еще один режим, он аналогичен прежнему режиму. Самые интересные функции открываются, если установить на смартфон приложение Rangefinder от компании Fnirsi. Это можно сделать с помощью QR-кода на продающей странице. Ссылка на нее есть в описании. Также можно найти это приложение в поиске Google Play или Apple Store. Устанавливается приложение элементарно. Все измерения будут автоматически отображаться в приложении. Вот вы видите само приложение изнутри. Вот я делаю замер. Сразу передались показания в приложении. Вот я делаю еще один замер. Я переключился в режим замера площади. Вот я замеряю два показания. И у нас площадь передалась сразу в приложение. И также передалась длина и ширина. Также можно поступить с объемом. Я могу переименовать показания. Нажимаем карандашик. Пусть это будет длина. Это будет ширина. Вот я переименовал наши замеры. Вот нажимаем снизу стрелочку. Мы можем переключиться в режим постоянного замера. Нажимаю. И у меня дальномер постоянно измеряет показания. Через каждые полсекунды. Вот я двигаю дальномер. И он каждый раз показывает новые показания. Эти показания можем запомнить. Нажимаем save data. И у нас этот замер запомнился. Выключаем. И у нас появилось два новых замера. Это как раз те замеры, которые я запомнил последними. Что еще тут можно? Можно включить калькулятор. И вот давайте последние два показания сложим. Берем первое показание. Складываем со вторым. Также мы можем вычесть. Таким образом можно рассчитать длину провода, который нам необходим. Выходим из этого режима. И также режим рисования. Режим рисования на картинке. Вот я рисовал. Это размеры окна. И режим рисования плана. Вот берем вот этот крестик. Переносим ножны на место. Выбираем режим рисования. Прямоугольник. Вот рисуем прямоугольник. В этот прямоугольник можем проставить размеры. Выделяем его, нажимая на него. И можем проставить или последний размер, или замерить заново. Вот я проставляю один размер. И проставляю второй размер. И у меня получился такой прямоугольник. Также можно рисовать линии. Выделяем. И ставим размер. Все. Таким образом можно рисовать на фотографии. Все. Выходим из этого режима. И все наши последние картинки запомнились на вкладке Draw. Хочу отметить. Нормальных планов в этом приложении не нарисуешь. Поэтому в этом приложении делаем набросок. А потом переносим на реальный план. Данный прибор можно откалибровать при необходимости. Для этого прибор выключаем. Вначале нажимаем прямоугольную кнопку. Потом круглую. И ждем. И у нас включается режим корректировки показаний. Можем уменьшать. Увеличивать. Но оставим без изменений. Чтобы выйти из этого режима. Длительно удерживаем круглую кнопку. И мы переходим в режим измерений. Режим поворота экрана при желании можно тоже отключить. Выключаем прибор. Длительно удерживаем круглую кнопку. При включении прибора продолжаем удерживать. И вот мы можем включить. Выключить автоповорот экрана. Я его оставляю. Так как он для меня наиболее удобный. Длительно удерживаем круглую кнопку. И выходим из этого режима. Хочу отметить, что для точности измерений нужно соблюдать ряд условий. Температура воздуха должна быть от 0 до 40 градусов. Лазерный луч должен направляться не на отражающую поверхность. Лучу не должны мешать посторонние предметы. Луч лазера не должен проходить через стекла. Замер не должен производиться при ярком свете. Если нужно замерить что-то на улице, то лучше это производить в сумерках. Чтобы не было засветки в фотоэлементах. На этом обзор прибора можно закончить. Вот такой простой и нужный прибор. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Вдобавок вы можете задать вопросы производителю прибора. Ссылка есть в описании. И есть купон, по которому вы сможете приобрести прибор со скидкой. Воспользуйтесь им быстрее, так как срок действия купона ограничен. Если вам подобные ролики интересны, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность тем, кто поддерживает канал материально. Жду ваших лайков и репостов. И до встречи в новых и старых видео.